Работа кипит. Улицу Станкостроители продолжают поэтапно восстанавливать. Первая стадия работ предусматривает ремонт проезжей части слева на участке от улицы Некрасова до полигона твердых бытовых отходов. Ход работ приехал оценит замглава администрации города Виктор Казанцев. Процент выполнения примерно 75%. Самые сложные виды работ подходят к концу. Отрезок в 500 метров уже закатан в нижний слой асфальта. Пробы асфальтобетонной смеси проверены. Все соответствует качеству. Общая стоимость работ более 100 миллионов рублей из областного и городского бюджетов. Ремонт здесь начали в июле этого года и основные работы уже выполнили. Осталось положить несколько слоев асфальтобетонного покрытия, обустроить тротуары, съезды, остановочный павильон. Особое внимание уделено Ливневке. В этом районе она не справлялась с нагрузкой. В результате часто подтапливала улицу Некрасова. Протяженность сети ливневой канализации от улицы Некрасова до полигона Чистые поля составляет 1 километр 150 метров. Из них порядка 800 уже промыто. Осталось буквально 300 метров. При проведении работ выяснилось, что сети ливневой канализации находятся в удовлетворительном состоянии, не требуют никакого ремонта. Срок ввода этого участка в эксплуатацию – декабрь. Но подрядчик планирует закончить работу раньше – до ноября. По словам специалистов, качество дороги будет отличное. Даже с учетом большой проходимости грузового транспорта покрытие прослужит более пяти лет. Большой плюс – здесь применена георешетка между песком и щебенкой, что очень хорошо. Она как бы арматурные свойства несет и не дает щебенке проникать в песок, не перемешивается материал. И здесь все-таки три слоя асфальта общей толщиной 20 сантиметров. Это более чем достаточно. Ко второму этапу планируют приступить уже в следующем году. На стадии разработки находится проектно-сметная документация. Капитальному ремонту подлежит участок от полигона Чистое поле до улицы Суздальской. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.